Они живут миллиарды лет, а гомо сапиенс миллионы. Они повсюду, но мы их не видим. Борьба с ними не прекращается уже сотни лет, но они становятся все сильнее. И имя им микроорганизмы. Сальвы. Я Лизавета, и сегодня мы обсудим абсолютно повседневную жизнь синегнойной палки. Среди микроорганизмов встречаются псевдомонады. Их насчитывается более 200 видов сапрофитов или фитопаразитов, не представляющих медицинский интерес. Однако есть очень продвинутая и креативная, как я, одноклеточная, только я многоклеточная, псевдомона аэрогеноза, что в переводе с латыни синегнойная палочка. Она вызывает множество различных заболеваний, острые кишечные инфекции, атиты, инфекции глаз, остеомелит, пневмонии, эндокардит и могу перечислять бесконечно. Мало кто знает, что именно синегнойная палочка также вызывает хтебрэш, сыпь, связанную с горячим водоснабжением, которое является следствием заражения при купании в воде, например, в бассейнах, где из-за тепловой обработки снижается бактерицидная активность растворенного хлора. В результате формируются условия для образования синегнойных биопленок на внутренних поверхностях гидроконструкции и появление достаточной для заражения кожи из слизистых оболочек концентрации синегнойной палочки. Этот вид вызывает до 16% внутрибольничных инфекций, 12% инфекций мочевыводящих путей, 8% инфекций хирургических ран и 10% инфекций кровотока. Этого возбудителя очень трудно изучать, но еще более трудно избавиться от него, так как самым неприятным свойством псевдомона аэрогеноза является способность быстро приобретать резистентность, то есть устойчивость к антибиотикам. Бактерия входит в группу СКП-1 и, нет, это я не проигрую, объединяющую 6 самых опасных бактерий для человека. Специалисты утверждают, что экономический ущерб от патологии, вызванных синегнойной палочкой, может составлять на минуточку до 116 миллионов евро в год, а это 10,5 триллионов рублей. А это 2100 5 миллионных квартир. Так что давайте-ка ножки в ручки, ручки в ножки, ножки в ножки и соберемся начнем помогать мировой экономике и здравоохранению. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Медицинская история данного вида бактерий началась в 1912 году, когда наш соотечественник, микробиолог Лев Александрович Тарасевич пророчески предупреждал о возможности завоевания синегнойной палочки хирургических отделений. Хотя случаи синегнойной инфекции были описаны еще в 19 веке, но ее опасность долго не принималась серьез. А зря. Только во второй половине 60-х годов 20 века началось активное изучение псевдомона эрогеноза как опасного патогена. И сейчас, согласно данным ПАПМЕД, по этой теме в мире ежегодно публикуется более 3000 научных работ. Ученые обратили внимание на очень высокую устойчивость к бактериям, к антибиотикам, которые эволюционируют вместе с широким использованием новых классов антибиотиков. На данный момент целый Центр молекулярной микробиологии инфекции в Лондоне изучает, как состав микробной биопленки синегнойной палочки становится неуязвимой ко всем известным ныне препаратам. По паспорту псевдомона эрогеноза эта палочка живет там, где много кислорода, а размножается там, где его нету. Удивительно, но факт, придвигается она внутри организма за счет одного, реже двух жгутиков. Там же у нее много поверхностных белков с большим количеством свойств. Например, они могут захватывать железо из окружающей среды, сидерофоры или поддерживать микроорганизм во время стресса. Псевдомона эрогеноза, та еще чревоугодница, я вам скажу, может есть углеводы и ткани организма человека абсолютно без какого-либо укора совести, и еще антибиотики, и фурацлин, и даже формальдегид. Где это видно? Синегнойка выделяет много окрашенных веществ или пигментов и может выделять слизь, которая и есть основа биопленок. Из-за того, что пигмент окрашивал бинты, которыми перевязывались гнойные раны, и сам гной в синий-зеленый оттенок, палочку и нарекли синегнойной. Многие штаммы нацелены на наши эритроциты, выделяют вещества гемолизины, которые разрушают их на нашу беду. Ну а когда бактерии растут, то могут выделять вещества с запахом винограда, цветущей липы, жасмина и даже гниющей картошки. Псевдомона эрогеноза знает все о том, как вызывать повреждения тканей и выживать внутри человека. Факторы патогенности при синегнойной инфекции активно действуют на всех этапах инфекционного процесса, а именно адгезии, прилипания и инвазии, проникновения, а также вызывают интоксикацию и обеспечивают защиту бактерий от иммунного ответа нашего организма. Итак, этап 1. Адгезия. Поехали. Своими молекулами-адгезинами, логично, да, они могут закрепляться на клетках легочной ткани и даже на роговицы глаза. Если адгезинов нет, то палочка научилась выделять прилегающее к поверхности вещество и таким образом заражать катетеры и имплантанты пациентов. Этап 2. Инвазия. Синегнойная палочка начинает активно проникать через тканевые барьеры. Для этого у нее есть много средств – ферменты, токсины, сидерофоры и т.д. Во время этого действия может происходить разрушение иммуноглобулинов и мембран любых типов клеток млекопитающих, тем самым вызывая необратимые изменения в тканях типа некроза, омертвления. А благодаря изучению сидерофоров псевдомона аэрогеноза мы знаем их как пиратов, так как есть описанный феномен – сидерофорное пиратство, когда синегнойная палочка напевает сарома и начинает петь песни. Бадабумс. Она не только активно отбирает железо у клеток хозяина, но и убивает железо, собирающие белки человека. На третьем же этапе бактерия начинает выделять токсины, так как и ваши бывшие. Их у нее в наличии несколько. Токсин А. Активно выделяет бактерии во внешнюю среду и действует не только местно, но и на расстоянии, транспортируясь через кровь. Токсин А может поражать легочную ткань, паренхиму печени, почек, приводить к некрозам, кровоизлияниям, вызывает отек кожи и мягких тканей, также действует на клетки сосудов. Контактные токсины. Выделяются по типу макромолекулярного шприца. Они вводятся прямо в цитоплазму клетки, на которой плотно прикрепилась синегнойная палочка. Это приводит к повреждению клетки, однако остальные клетки хозяина не повреждаются. У псевдомонаэрогеноза целых 4 варианта контактных токсинов. За счет них палочка получает важные преимущества в борьбе с иммунной системой человека, поскольку такой вид токсинов невидим для наших с вами антител. Синильная кислота. Гидрогенцианид. Это необычный для патогенов токсин. Полагают, что синильная кислота вызывает местную и общую интоксикацию и утяжеляет течение хронического, бронхи-легочного и других воспалений, связанных с этой бактерией. Даже пигменты синегнойной палочки вызывают вред и приносят его. Пиоценин вызывает повреждение эпителиальных тканей. Пиовердин разрушает ретроцит. Ну что вы, котички, уже расстроились. Ничего страшного, человек не так беззащитен перед снегнойной инфекцией. Главное свидетельство этого благополучное существование людей, постоянно контактирующих с другими дикими симбиотными штаммами псевдомона аэрогеноза. Защита выстраивается по нескольким направлениям. Первое. Барьерные функции кожи и слизистых. Второе. Киллинг, то есть убийство. Третье. Антиадгезивные механизмы. Четвертое. Антиинвазивные реакции. Пятое. Антитоксический иммунитет. Шестое. Антивирулентные воздействия на синегнойную палочку. Барьерные свойства слизистых и кожи вносят наиболее важный вклад в борьбу с инфекцией. Активно борются против нее наши родные фагоциты. Фагоцитики, вы наши маленькие зайки. И иммуноглоболины Г и А. Самые интригующие открытия в иммунологии последних лет связаны с новым механизмом иммунной защиты. Пептид ЛЛ-37. Оказывает угнетение более 50 генов псевдомона эрогеноза. И может контролировать биопленкообразование и другие механизмы фиррулентности. Приведенные примеры сложных механизмов синегнойной палочки являются наиболее яркими, но не исчерпывают всех вариантов взаимных многоходовых атак и ускользаний, возникающих в противоборстве между синегнойной палочкой и человечеством. Ну, а для тех, кто захочет разобраться глубже в данной теме, я прикрепляю ссылку на литературу внизу. Там же я оставлю ссылку на мой инстаграм. Куда же без этого? Также, безусловно, приветствуется любая помощь от вас в виде лайков, комментариев, идей и конструктивной критики. Призываю вас таким образом помогать человечеству. На этой ноде вынуждена покинуть вас и вернуться к своей науке.